Грецкий поток может потечь по греческой земле. В Афинах сегодня глава Газпрома Алексей Миллер обсудил с премьер-министром Греции Алексисом Ципросом совместный проект стоимостью 2 миллиарда долларов и объемом почти 50 миллиардов кубов газа в год. О встрече за закрытыми дверьми, которая длилась 2,5 часа, расскажет Полина Крикун. Этой встрече в Афинах ждали. Газовые переговоры анонсировали почти за неделю. В своих интервью с МИ министр энергетики Греции говорил, что на встречу с Газпромом вся страна возлагает большие надежды. Именно встреча с Панайотисом Лафазанисом в этот день стала первой в ходе визита главы Газпрома Алексея Миллера в греческую столицу. Переговоры шли порядка часа. Их главной темой стали перспективы развития сотрудничества двух стран в газовой сфере, включая вопросы поставок российского голубого топлива в Грецию. Речь, конечно, шла и о перспективах нового газопровода в направлении Турции, который должен повысить энергетическую безопасность Европы. В комментариях сразу после переговоров журналистам было отказано, но все без исключения отметили хорошее настроение обеих сторон. Визит продолжился в центре города в резиденции премьера-министра. Встреча за закрытыми дверями в резиденции премьера-министра Греции Алексея Ципроса продолжалась не час, как ожидалось, а более двух с половиной часов. Но в результате были достигнуты стратегические договоренности в газовых отношениях между Афинами и Москвой. Сразу после переговоров в эксклюзивном интервью нашему каналу Алексей Миллер рассказал, что греческое правительство поддерживает создание газотранспортных мощностей по территории своей страны от границы с Турцией. Проект может быть реализован Российско-Европейским консорциумом. В настоящее время ряд европейских компаний проявляет интерес принять участие в этом проекте. При этом необходимо подчеркнуть, что проект будет реализовываться строго по европейскому законодательству. И это никогда не было проблемой для российской стороны. Нет никаких сомнений, что Российско-Европейский консорциум привлечет в полном объеме необходимое финансирование для строительства газопровода по территории Греции. Это 2 миллиарда евро. Российская сторона, Газпром, гарантирует, что через территорию Греции будет транзитироваться 47 миллиардов кубометров газа. И это, в свою очередь, позволит греческой стороне привлечь дополнительные коммерческие кредиты для реализации других проектов в Греции. Эти переговоры были более чем успешными. По окончании визита рассказал нам министр энергетики Панайотис Лафазанис. Переговоры с господином Миллером были очень важными и содержательными и легли в основу нашего сотрудничества. Греческое правительство хочет развивать и укреплять отношения с Россией. Нам важно энергетическое сотрудничество с Россией. Поле для его развития огромное. Для Греции важно строительство газопровода, которое начнется с турецко-греческой границы. Переговоры в этом перспективном проекте очень важны. Он также подчеркнул, что такие документы, как меморандум о взаимопонимании и даже дорожная карта по строительству, могут быть подписаны в самое ближайшее время.